Народно-освободительное движение Союза Советских Социалистических Республик Всем субъектам. Номер НД-007 от 11 июля 2023 года. Из Тина, Божией милостью, правом суверена, по праву суверена. Великая страна суверен, Союз Советских Социалистических Республик и Великий Единый Советский Суверенный Народ в лице Государственного Комитета по чрезвычайному положению в СССР как высший орган государственной власти СССР выражает свое почтение и пожелание мира и созидания всем субъектам права и всему мировому сообществу. Подтверждает и провозглашает. Всем заинтересованным сторонам о статуте современной торговой компании «Открывается Украина, Украинская Народная Республика» кавычка закрывается. А именно, что торговая компания «Открывается Украинская Народная Республика» кавычка закрывается 1917-1920 года и Организация Украинских Националистов Украинской Повстанческой Армии 1941-1945 года в связи с принятием Верховной Рады Украины кавычка «Открывается закон о правоприемстве» кавычка закрывается. Номер 1543-12 от 12 сентября 1991 года была провозглашена правовым преемником по инициативе последнего президента компании кавычка «Открывается Украинской Народной Республики» кавычка «Закрывается в изгнании» Николая Плавьюка. В марте 1992 года была созвана чрезвычайная, четвертая сессия Украинской Национальной Рады, на которой было решено прекратить деятельность эмиграционных институций кавычка «Открывается Украинской Народной Республики» кавычка «Закрывается». Определены содержание и форма исторического акта передачи полномочий кавычка «Открывается Государственного Центра» кавычка «Закрывается» кавычка «Открывается Украинской Народной Республики» кавычка «Закрывается» и правительство Украинской Народной Республики. Властям кавычка «Открывается независимой Украины» кавычка «Закрывается». С 24 августа 1991 года суверенитеты Украинской ССР перешли в исключительное ведение Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик и его органов. Статут и континуитет Украинской ССР перешел в юрисдикцию и ведение военных и административно-территориальных органов власти, Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР от 19 августа 1991 года. А на сегодняшний момент его законному правопродолжателю, восстановленному Государственному комитету по чрезвычайному положению СССР, как Государственному военно-политическому органу особого совещания с расширенными полномочиями в стране суверене, Союзе Советских Социалистических Республик. Далее ГКЧП СССР. Союза Советских Социалистических Республик. На территории Украинской ССР вся полнота власти перешла в исключительное ведение военно-политических, военно-административных и военно-территориальных органов СССР, осуществляющих на территории Украинской ССР особый правовой режим мятежной территории СССР, режим временно оккупированной суверенной территории СССР и самоуправляющейся территории СССР. С 24 августа 1991 года торговая компания «Открывается Украина», «Украинская Народная Республика» «Закрывается» не является законным правоприемником и правопродолжателем Украинской Советской Социалистической Республики в составе великой страны суверена. «Является несостоявшимся, недействительным, противозаконным, подложным, противоправным и преступным субъектом, не имеющим юридической силы и правоприменения законодательных, исполнительных, судебных и иных органов государственной власти СССР в Украинской ССР и провозглашена в 1991 году как национальное квази-государство, фейковое государство, в пределах административных границ Украинской ССР и входит в состав суверена СССР. Соглашение о создании Содружества независимых государств – Беловежские соглашения. По всем опубликованным данным были подписаны 8 декабря 1991 года высшими должностными лицами и главами правительств трех союзных республик Шушкевичем Станиславом и Кебич Вячеславом от Белорусской ССР, Ельцином Борисом и Бурбулисом Геннадием от РСФСР, Кравчуком Леонидом и Фокином Витольдом от Украинской ССР. Не были одобрены и не были ратифицированы съездом народных депутатов СССР и РСФСР, не были признаны и одобрены правительством СССР, были подписаны лицами, не имеющими на то никаких делегированных прав, полномочий, мандатов и правомочий. На сегодняшний день Беловежские соглашения являются проектом, подготовленным под руководством Бурбулиса Геннадия, который не содержит информации об отделении любого внутристранного субъекта права СССР. В частности, РСФСР, БССР и УССР, а также о выходе республик из состава великой страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик в качестве суверенных субъектов права. Начиная с 19 августа 1991 года, Государственным комитетом по чрезвычайному положению СССР, ГКЧП СССР, от имени советского правительства на всей территории СССР было объявлено чрезвычайное положение и на особый период введено в действие законодательство СССР военного времени. В связи с чем полномочия и правомочия законодательных органов государственной власти СССР и союзных республик СССР на всей суверенной территории СССР были приостановлены и перешли в исключительное ведение Совета обороны СССР и ГКЧП СССР, перед которым все лица на всей территории великой страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик несут суровую ответственность по законам военного времени. ГКЧП СССР признает, подтверждает и извещает о том, что подписанием и принятием российского федерального закона о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного Путиным, исполняющим обязанности президента Российской Федерации, который этим документом попытался узаконить, возобновить и подтвердить существование организации Североатлантического договора, далее НАТО, с 2022 года, в обновленном виде под украинскими закрытыми и ничтожными титулами, и в связи с тем, что военно-политический альянс государств образован членами и уставными юрисдикциями, образованными по церковному праву, то срок действия организации Североатлантического договора, 1949, истек через 72 года в 2021 году. Следовательно, дальнейшая деятельность блока НАТО запрещена. Эта структура является незаконным террористическим и экстремистским образованием. ГКЧП СССР признает, подтверждает и провозглашает о том, что не признает образование Общеевропейского договора о коллективной безопасности в Киеве, как возобновленного НАТО, в новом обличии для оправдания целей проведения российской специальной военной операции, СВО. Требует признать в качестве такого договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, и заявляет о действии договоров и соглашений, заключенных Великой Страной Сувереном, Союзом Советских Социалистических Республик. После окончания срока существования НАТО в 2021 году активировали страны антигитлеровской коалиции, 1941-2021. Ведущая войну против, кавычка, открывается стран оси, кавычка, закрывается как Берлинского пакта, 1940-й. Их союзников и сателлитов, как участников договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. Отказавшихся от капитуляции и продолживших тайную и террористическую войну против СССР силами вспомогательных частей вермахта, СС и СД. Аббревиатуры от немецкого, СС – охранное формирование, ИСД – служба безопасности имперского вождя. Националистическими подразделениями предателей и коллаборационистов, как пособников фашистской Германии, то есть фашизма. ГКЧП СССР подтверждает и извещает о том, что Владимир Зеленский отказался и не заявил о том, что, кавычка, открывается Украина, кавычка, закрывается. Действуют как Украинская ССР, чьи вооруженные силы с 1944 года выступают против украинских коллаборационистов ООН УПА, украинских националистов, как германских пособников фашизма во вспомогательных подразделениях германского вермахта, СС и СД, как вооруженные силы компании, кавычка, открывается Украина, кавычка, закрывается. А также Русская освободительная армия и дивизии, кавычка, открывается Русланд, кавычка, закрывается. Объединившихся, как кавычка, открывается Российская Федерация, кавычка, закрывается, и ведущих военные действия на суверенной территории великой страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик, В административных территориях Российской Советской Федеративной Социалистической Республики РСФСР, Украинской Советской Социалистической Республики УССР, Белорусской Советской Социалистической Республики БССР, по проведению геноцида и массовому уничтожению суверенных граждан Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик и террористическую необъявленную войну против Суверена СССР и Вооруженных Сил СССР. ГКЧП СССР признает, подтверждает и извещает о том, что 13 июня 2023 года исполняющий обязанности президента государственной кампании «открывается Российская Федерация Россия», «путин», заявил, что «открывается Российская Федерация», «закрывается», активно укрепляет государственную границу с «открывается Украиной», «закрывается», где под «открывается государственной границей», «закрывается», понимается административная граница между РСФСР и УССР в составе страны-суверена СССР, которая как административная единица не требует обустройства, делимитации и демаркации, так как является суверенной государственной границей великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик. ГКЧП СССР воспринимает заявление лица, исполняющего обязанности президента Российской Федерации, как проявление сепаратизма, заведомо и публичный обман, а также попытку выдать действующим и применимым юридически ничтожный корпоративный закон компании РФ от 1.04.1993, номер 4731. О государственной границе Российской Федерации. На суверенной территории великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик применяется законодательство СССР, а именно действующий закон СССР от 24 ноября 1982 года, номер 8318.10, кавычка открывается, о государственной границе Российской Федерации, кавычка закрывается. На суверенной территории великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик применяется законодательство СССР, а именно действующий закон СССР от 24 ноября 1982 года, номер 8318.10, о государственной границе СССР. Государственный регистрационный номер С1982-00427, от 24.11.1982, по которому государственную границу СССР охраняют пограничные войска тактических групп и соединений КГБ СССР. Ввиду унитарного устройства СССР и РСФСР, торговая компания, а ныне государственное кооперативное предприятие кавычка «открывается Российская Федерация Россия» кавычка «закрывается», и иностранная частная сепаратистская компания кавычка «открывается Украина», Украинская Народная Республика кавычка «закрывается». По международному праву являются внутренними, временными и несостоявшимися государствами, имеют административную границу внутри суверенной государственной границы СССР. ГКЧП СССР известил Организацию Объединенных Наций о том, что государственная граница СССР является суверенной и нерушимой границей Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик. Согласно постановлении заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и нерушимости границ от 1975 года, заявляем, что административная территория Союзных Республик, Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик, является и признается Государственным комитетом по чрезвычайному положению СССР, территориальными округами СССР, не имеющим прав и полномочий по демаркации и делимитации суверенной и государственной границы Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик, а государственное кооперативное предприятие, кавычка, открывается, Российская Федерация, Россия, кавычка, закрывается. На основании своего корпоративного статуса, учитывая факт покупки иностранной частной компании, кавычка, открывается, Российская Федерация, Россия, кавычка, закрывается, народно-государственным органам СССР, на территории СССР, суверенным международным потребительским кооперативом Светлая Великая Русь и полной перерегистрации компании, кавычка, открывается Российская Федерация Россия, кавычка закрывается. В суверенный государственный реестр государственного регистра СССР при государственном казначействе СССР в статусе государственного кооперативного предприятия, кавычка открывается Российская Федерация Россия, кавычка закрывается. Не является государством, правоприемником и правопродолжателем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, РСФСР, в составе великой страны Суверена, СССР и СССР в целом. ГКЧП СССР утверждает о том, что в связи с попытками Зеленского, исполняющего обязанности президента иностранной частной и сепаратистской кампании «открывается Украинская народная республика Украина», кавычка «закрывается», сблизится с международной террористической группой, именуемой себя НАТО, получить членство в несуществующем и ликвидированном в правовом поле фейковом альянсе НАТО, для нашей великой страны Суверена, СССР, возникла реальная военная угроза со стороны сепаратистской иностранной кампании, кавычка «открывается Украинская народная республика Украина», кавычка «закрывается», осуществляющий свою преступную деятельность на административной территории УССР в составе суверенной территории Великой страны Суверена, СССР, СССР, Нелегитимный террористический альянс НАТО, как международная террористическая организация, превратился в криминальный и коммерческий проект, став преступной монополией по продаже оружия и военной техники государственным субъектом права и иным субъектом в мировом пространстве. За несколько десятилетий существования блок НАТО неоднократно выступал агрессором, развязав множество кровопролитных войн. В настоящее время корпорации «открывается» страны «закрывается» члены НАТО и Европейского Союза, совершая преступления против права суверена, игнорируя международные нормы и собственные правила, поставляют сепаратистам и террористам на суверенную территорию Великой страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик, в частности в административный субъект права Украинскую СССР Украину «летальное оружие» и направляют наемников для того, чтобы убивать военнослужащих и мирных суверенных граждан Великой страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик. Выполняя террористический хьюстонский проект геноцида, организованный в результате внутреннего корпоративного конфликта, между иностранной и сепаратистской частной компанией «открывается» Украинская Народная Республика Украина «закрывается». И на момент начала «открывается» СВО «закрывается», иностранной и сепаратистской частной компанией «открывается» Российская Федерация Россия, кавычка закрывается. Размещение военных баз США и нелегитимного террористического альянса, называющего себя НАТО на западной суверенной территории страны суверена, союзных советских социалистических республик и в других местах вблизи суверенной и государственной границы великой страны суверена. Союза советских социалистических республик представляет собой реальную угрозу в безопасности и суверенной территориальной целостности нашей великой страны суверена, союза советских социалистических республик. И воспринимается как акт агрессии со стороны, кавычка открывается стран, кавычка закрывается, членов нелегитимного террористического образования, именуемого НАТО, в отношении великой страны суверена, союза советских социалистических республик. Вся ответственность за данные преступления лежит на руководстве этих, кавычка открывается стран, кавычка закрывается, и корпораций, их сподвижниках и поддельниках. ГКЧП СССР, решительно заявляет о недопущении нарушения суверенной государственной границы Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик и вхождение любых иностранных военных субъектов, в том числе и под видом миротворческих соединений, войск Альянса на суверенную территорию Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик. В случае продолжения финансирования террористической деятельности на территории Украинской ССР всех «открывается стран», «закрывается», поддерживающих сепаратизм, терроризм и любой акт, нарушающий суверенные границы Великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик в плане военного вторжения с любой внешней стороны по границам, определенным по итогам Второй мировой войны в 1945 году, будет воспринято как преступление против суверена и акт военной агрессии по отношению к Великой стране-суверена Союза Советских Социалистических Республик в целом. ГКЧП СССР требует 1. Немедленно прекратить геноцид, гарвардские и хьюстонские проекты, а именно террористические, сепаратистские военные действия на суверенной территории Великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик, особенно на внутренней административной территории Украинской ССР в составе Великой страны-суверена СССР. 2. Немедленно вывести иностранные военные формирования и силовые ведомства, в том числе и террористические формирования нелегитимного террористического альянса, именуемого себя как НАТО, со всей суверенной территории Великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик. По праву суверена. Учитывая права абсолютного владельца Организации Объединенных Наций, по праву единственного обладателя абсолютного главенствующего мандата Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в статусе единственного постоянного члена и председателя Совета Безопасности ООН, декрет СССР номер ДН 004 от 13 июня 2023 года, дающего права единогласного решения и единогласного наложения ВЕТО, Государственный комитет по чрезвычайному положению Союза Советских Социалистических Республик, как высший орган государственной власти Великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик, по законам военного времени, в целях сохранения целостности и защиты суверенной территории Великой страны-суверена, Союза Советских Социалистических Республик и защиты суверенных граждан Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик как свободного, единого суверенного советского народа, постановляет всей Советской Красной Армии и Военно-морскому флоту, Министерству обороны СССР и организациям, исполняющим функцию Министерства обороны СССР и исполняющим функцию Министерства обороны любых субъектов права на суверенной территории СССР, всем силовым и военным организациям на суверенной территории СССР, Всем секретным военным управлением, организациям и подразделениям СССР во всех субъектах права, на всей суверенной территории СССР и за рубежом. Всем военнообязанным гражданам СССР на всей суверенной территории СССР и за рубежом. Всем субъектам права на территории Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик, исполняющим публично функцию Министерств Обороны и Военно-Морских Сил. Всем стратегическим ядерным войском СССР. Всем стратегическим ядерным войском всех субъектов права на суверенной территории СССР. Всем секретным силовым и военным подразделениям СССР и всем секретным стратегическим ядерным военным подразделениям СССР. Секретному глобальному комплексу G.R.P.R. Сакральному глобальному комплексу Альфа и Омега. Привести в полную боевую готовность все виды вооружения для сокрушения и полного уничтожения агрессоров всеми возможными военными средствами. Всем субъектам права, на территории великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик, исполняющим публично функцию Министерств обороны и военно-морских сил, всем секретным подразделениям СССР и ядерным стратегическим подразделениям привести, принять позицию в полную боевую готовность для прекращения и отражения военной и террористической агрессии и выполнения боевых задач. Настоящий Всемирный Суверенный Правовой Акт Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик является высшим суверенным законодательным правовым актом, обязательным к исполнению во всем мировом пространстве. Настоящий Всемирный Суверенный Правовой Акт Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик вступает в суверенную и законную силу с момента его подписания. В случае игнорирования любым субъектом права настоящего Всемирного Суверенного Правового Акта Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик, то такой субъект права признается преступным и в отдельных соответствующих случаях относится в категорию сепаратистов и международных террористов. Председателю ГКЧП СССР генерал армии Борис Сатушиев. Комиссар ГКЧП СССР генерал-лейтенант Арсений Черноморов. Секретарь ГКЧП СССР генерал-майор Ирина Горбачева. Приложение. Заключение Государственной Чрезвычайной Конституционной Комиссии СССР. Первое. Об нелегитимности частной сепаратистской кампании «Открывается Украинская Народная Республика Украина». Кавычка «закрывается». Второе. Об нелегитимности НАТО и признание НАТО международной террористической организации. На 16 листах. ОМ. Народно-освободительное движение Союза Советских Социалистических Республик.